Мы находимся на юго-западе. Обратите внимание, ведется строительство новых районов. И здесь очень много интересных тем для проезда. Значит, впереди, на середине проезжей части, ведутся определенные работы. Знак повешен таким образом, что нам сложно определить, как правильно действовать. Но не забудьте о том, что есть еще дополнительная табличка направления движения. Сейчас мы с вами подъедем вперед и попробуем разобраться. Значит, еще раз, знак, обязательное направление движения сомнительно висит. Притормозим, пожалуйста. Обратите внимание. И как ехать? С правой стороны, либо с левой? Обратите внимание, справа табличка красно-белый фон. Белые линии и красные. Куда они указываются движения? Влево. Да, скос идет влево. Понятно, да? Поэтому мы можем в такой ситуации четко уже определиться, где нам объезжать. Куда нас направляют. Понятно? Они не зря, да, если бы, правильно вы показываете, если бы белые и красные полоски направились бы сверху вниз вправо, значит, нужно было объезжать вправо. Понятно? Это вот дополнительная подсказка. Поехали дальше. А с вами компания «Автонаканг.ру». Точно такие же знаки. Если мы проедем вперед, мы увидим, собственно, так же объезд препятствует. И табличка направления объезда. Если вдруг вас не будет устраивать знак, который расположен кое-как, значит, будьте здоровы. Все правильно. Вот таким вот образом, друзья мои, наш начинающий водитель доказал, что мы с вами в правильном направлении. Ну, скорее всего, это весна. Это солнце, это нормальный процесс. Радуйтесь и приходите в компанию «Автонаканг». Мы готовы вам помочь научить управлять автомобилем за короткое время. В любом районе мы готовы вам помочь. Мы с вами, друзья, как врачи, находим болезни, а потом применяем либо таблетки, либо витамины. Кому-то нужно одно, кому-то нужно другое. Помните, что от нас зависит многое. Управляя автоматической коробкой передач, будьте предельно внимательны во время перехода пешеходов через дорогу. Нажали на педаль газа, толкнули, а затем переносите на торм. Поехали, мы держим автомобиль, нельзя этого делать. Начинаем движение. С вами компания «Автонаканг.ру». Мы с вами должны подытожить действие разворота на своеобразном перекрестке. Думаю, что вывод нужно сделать следующий. Нам нужно соединить несколько важных правил. Это правила дорожного движения и современность. В современное время мы должны с вами выполнять все действия как можно быстрее, уважать друг друга, действовать относительно ситуации и, в общем-то, не скапливать автомобили на проезжей части. Итак, мы начинаем с вами свое движение. Включаем левый поворотник. Впереди видим знаки особых предписаний. Значит, также информация нам дана движение прямо на первом пересечении. Мы с вами не можем выполнить разворот. Обратим внимание на разметку. Есть ли она здесь? Здесь ее пока нет. Как делают действия другие водители? Как поступают? Разворачиваясь либо поворачивая налево, выполняют ли правильное действие за центром, до центра. Значит, не забываем. Мы с вами движемся к светофору. Задача обязательно остановиться у стоп-линии. Посмотрим вперед. Есть ли разметка? Нет ее. Движение на пересечении проезжих частей встречные автомобили двигается прямо, либо поворачивает налево. Мы с вами находимся в крайней левой полосе. Разворот мы можем осуществить только с этой полосы. Значит, делаем вывод. За центр, если мы поедем, мы с вами можем встретиться с автомобилями, которые не успеют проехать через перекресток и остановятся у пересечения проезжих частей. В общем, давайте делать вывод. Выполняйте действие как можно быстрее, не создавая аварийных ситуаций. Включаем левый поворотник и начинаем действовать. Выкручиваем руль до упора влево, произведя определенный радиус. Никаких сложностей здесь нет. Мы сейчас начинаем производить разворот за центром. Первый раз мы это сделали до, теперь выполним это за центром. Посмотрим, какие проблемы у нас возникают во время длительного движения за центр. Итак, включив левый поворот, мы начинаем движение вперед. А теперь обратите внимание, как только мы создали соблазн, нас многие водители уже подрезают, создавая нам определенные проблемы. Затем подрезают и следующие водители, которые выполняют разворот. Значит, сделаем вывод. Все зависит от обстановки на проезжей части. Разметок здесь никаких нет. Запрещающих знаков мы с вами не видим. Включаем левый поворотник. Ждем разрешающего сигнала. Время нам ограничено, всего лишь 15 секунд. И теперь, Сергей, обратите внимание, нет автомобилей впереди, и «Хонда» выбирает возможность разъезда правыми бортами. Мы можем действовать? Конечно, можем. Тем более, когда островок, он находится внутри перекрестка. Таким образом, давайте мы с вами все-таки подытожим, друзья мои. В современное время дело серьезное. Компания «Автонакад» готова предоставить вам возможность управлять автомобилем в современное время. Не удивляйтесь. Дело в том, что мы с вами должны пересекать и правила дорожного движения, и мы должны подумать о действиях современности. Заканчиваю тему следующим. Один наш замечательный инструктор сказал такую вещь. Знаки, светофоры и все то, что находится на проезжей части, имеется в виду разметка, все укажут для дальнейших действий. А вот научиться действиям на перекрестках и правильность их выполнения играет значительную роль для современного водителя. В этом мы вам поможем. Компания «Автонакад».ру Морозы остались позади, впереди тепло. Как это определить? Во-первых, по обстановке. Ну, а наша тема автомобильная. Посмотрим вперед на поясок. Значит, обратите внимание, влажная проезжая часть. Есть такая своего рода полоска. Она взялась и появилась не случайно. Мы это видим и с левой стороны, и с правой стороны. Что это такое, мы с вами сейчас и рассмотрим. Вам интересно как начинающий водитель? Пожалуйста, я вам расскажу. Зовут меня Витрий Иванович, компания «Автонакад».ру Звоните нам по телефону 969-77-76. Итак, мы возвращаемся к теме, откуда же появилась полоска воды на проезжей части. Это не что иное, как жидкость охлаждающая системы. Откуда она появилась? Действительно, это время приносит проблемы для тех водителей, которые не вовремя проследили за системой охлаждения двигателя. Почему именно весной получается такая тема? Дело в том, что зимой, когда холодно, мы с вами едем, и радиатор в естественных условиях охлаждается, и двигатель не перегревается. Как только становится тепло, происходят эти проблемы в связи с теплом. А что же делать летом, вы задаете вопрос. Ведь летом будет жарко. действительно, и летом, и сейчас должен хорошо отрабатывать один элемент термостат. Как он работает? Объяснить несложно. Как только машина начинает перегреваться, открывается термостат и перепускает жидкость в большом количестве для охлаждения двигателя. Так вот, после зимы, когда становится тепло, еще раз повторяюсь, нужно было вовремя проследить за термостатом, сменить его. Водитель этого не делает, и проявляется несерьезность водителя, будем так говорить, к своему автомобилю. Вот поэтому и течет все на проезжую часть. Ну, собственно, мы вам объяснили. Задавайте вопросы. Кстати, можете задавать вопросы. Что непонятно еще? Вот водитель нарушил правила, поехал по встречной полосе, за ним второй также, вы, вы имеете в виду, с трамвайными путями мы не имеем права так уезжать. Значит, посмотрите, в чем еще фишка интересная по этой теме, о которой мы сейчас с вами говорили. Термостат, когда не успел открыться, он уже испортился. Скорее всего, он работал в температурных высоких режимах и вышел из строя. Это понятное дело. Но должен срабатывать еще вентилятор. Вдруг случилось чего-то с термостатом, нам помогает еще вентилятор. Но и вентилятор, похоже, вышел из строя. Водитель не сумел за ним проследить. И вот поэтому, когда наступает весна, помните, следите за температурным датчиком. Он должен находиться в режиме, точнее, стрелочка должна быть на своем любимом месте. Если она лихорадочно бегает вверх-вниз, либо находится неналеко от красной секции, все, проблема появилась. Друзья мои, обратите внимание, водитель так пытается сместиться вправо. И уже целых три машины проехали, и никто не дает водителю повернуть направо, поменять полосу. Понятно, что он нарушает правила, но ведь надо человеку до перекрестка перестроиться и повернуть направо. Ну что же мы так устроены с вами, что друг другу не наступаем, не даем возможность проехать. Самое интересное, что человек сидит, чешет нос себе, понимает прекрасно, что делает некрасиво, а все равно делает он это. И таких много, кстати. Продолжение следует...